На сегодняшний момент в Красный Университет записалось 350 человек ровно. Официально не записывалось, чтобы сегодня начитаться. Значит, провели мы ученый совет университета, утвердили расписание. Расписание есть в СДО и также было передано в редакции газеты «За рабочее дело» и опубликовано, если не ошибаюсь. Не в этой, а в предыдущей газете. Значит, ну, собственно говоря, формат не поменялся. Расписание, как говорится, у нас это классическое. Придерживаемся того, что было в прошлом, позапрошлых годах. Что еще сказать? Первые два занятия будут проходить не по обычному, ну, не там, где всегда проходят. Мы будем собираться около метро политехническое. Дальше товарищ Кучук нас отведет в то место, где мы будем заниматься. Мы сняли помещение побольше, чтобы в первые несколько занятий приходит обычно много людей, чтобы они все могли разместиться. Ну, и в случае возникновения, так сказать, пандемии и ограничений у нас уже, как бы, есть отработанная методика работы на удаленке. Мы не собираемся, в конце концов, прерывать эту работу. Она будет идти, но будет уже идти, как бы, как заканчивался прошлый учебный год. То есть преподаватели либо по скайпу, либо сами приходили в студию, читали лекции, проводили семинары. Вот. Учащиеся, слушатели работали через систему дистанционного обучения, отрасывали свои ответы. Собственно говоря, все, мы готовы. Занятие первое у нас будет седьмого числа. Сбор с 18 до 18.30 около метрополитехническое. И второе занятие у нас будет перенесено со среды на вторник по техническим обстоятельствам или причинам в связи с тем, что нельзя было арендовать помещение, поэтому оно будет проходить во вторник. Ну, всем, кто соберется на первое занятие, это будет объявлено, естественно, еще раз. Вот. Ну, еще могу сказать, что 14-го числа состоится заседание, или заседание, или сбор кружка любителей гейлерской диалектики, там, где обычно. В обычное время, в 19 часов, в том же месте. Все, кто принимает участие в работе кружка диалектики, приходите, будем работать. Диалектика 14-го, да. 13-го Красного университета 14-го. Ну, рокернули, я надеюсь. Но это только вот в этот день, а дальше мы опять в нормальный режим надеемся. Войдем и больше вопросов не будет. Субтитры создавал DimaTorzok